Сергей Владимирович, уже завтра Прометея сыграет первую игру 1-4 финала Еврокубка Фиба. Соперником нашей команды станет турецкий Мерсин. Как вы оцените нового соперника Прометея и какие игровые качества вы бы выделили у него? Мы по ряду причин. С самого начала сезона следили за Мерсином. Вы знаете, там играла Алина Ягупова раньше, играла Людмила Науменко. И к этой команде у нас такое внимательное отношение. Они начали сезон нормально, хороший состав, боролись, выигрывали, пару их проиграли. Хорошая команда. Видимо, у них появились задачи по ходу сезона более высокие. Может быть, это план такой был. И они по ходу сезона, можно сказать, постоянно усиливаются. На сегодняшний день 4 новых игрока по отношению к тому составу, который начинал. Каждый из них это игрок NBA, каждый из них это игрок с американским паспортом, которому по ряду причин добавлен. То ли британский, то ли хорватский, то ли еще какой-то другой страны. Поэтому они имеют право считаться европейками. И где-то вот ходит молва, не знаю, что где-то Барич присоединится к ним. Вот-вот. Мне довелось читать недавно интервью Азиза, главного тренера Мерсина, который перед вылетом сюда давал свое интервью. Он сказал, что мы нацеливаемся на победу в этом турнире. В турнире, не в игре, а в турнире. Что они знают о нашей команде, что мы очень результативны, что мы много там выполняем разных каких-то действий. То есть они за нами следят. Но, тем не менее, они едут сюда, в Пловдив, за победой. Потому что по-другому они не могут. Вот все, что мы о них знаем, собственно говоря. Все остальное – это высококлассные игроки, играющие в нормальный баскетбол, в сеты, как у всех, в комбинации, как у всех, стиль, как у всех. А вот исполнители у них, конечно, уже, наверное, на другом уровне. Конечно, приходя в более высокие стадии, этого следовало ожидать. Ну, честно говоря, мы рассчитывали, что раз мы попадаем на четвертую команду Еврокапа, на третью, извините, команду по рейтингу, то, наверное, кто-то будет сильнее. Но, похоже, что сегодня это главный фаворит. Вы только что сказали о том, что Мерсим едет сюда за победой. А как насчет настроя Пантея? Как он настроен? Ну, я вам точно скажу одно, что в нынешних условиях мы не можем сыграть безхарактерно, мы не можем сыграть без эмоций, мы должны сделать все для того, чтобы порадовать наших болельщиков. Победить будем стараться. Обещать это, ну, как можно, обещать перед игрой с таким соперником. Знаю одно, что самоотдача будет запределена. Спасибо. Вадим, скажите, учитывая непростую ситуацию сегодня в Украине, можно ли сказать, что завтра Пантея будет играть с особым настроем? Ну, я, собственно говоря, об этом только что и сказал. Не знаю, как он повлияет. Баскетбол такая штука, что любой настрой, любой перенастрой, да, приводит к тому, что, может быть, где-то пропадет точность, где-то пропадет хладнокровие. Но само именно вот эмоциональная составляющая, я надеюсь, и спортивная составляющая, мы постараемся сделать все, что в наших силах. Спасибо.